Родители из Твери рассказали, сколько в среднем тратят в неделю на репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Репетиторов оплачивают трое из десяти родителей учеников седьмых-восьмых классов и каждый второй родитель учеников девятых-одиннадцатых классов. В вопросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob Start Karriere принимали участие родители школьников среднего и старшего звена из Твери. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3700 рублей. Для учеников десятых-одиннадцатых классов — четыре с половиной тысячи. Учащимся чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку физики и химии. Наша съемочная группа решила выяснить отношение родителей к этой ситуации. Какой должна быть роль школы в подготовке к экзаменам? Почему приходится все-таки нанимать репетиторов? Вот что нам ответили наши респонденты. Я считаю, что на данный момент можно сдать ЕГЭ без репетиторов, но нужно учитывать, какой ребенок. То есть, насколько вот он подготовлен, насколько подготовка шла еще до ЕГЭ в десятом классе, в девятом. Если, ну, как-то так, то лучше, конечно, нанимать репетиторов в начале одиннадцатого класса, может быть, в конце десятого. Она не способна, ну, чуть-чуть только, на 50%, наверное. Репетиторы дают больше знаний, чем в школе. Там именно в школе в общем говорится, а репетиторы, они индивидуально и больше знаний не дают. Все. А как вы считаете, это нормально? Да. Это хорошо, но в школе, конечно, бы хотелось больше узнать, узнавать. Ответственность тут должен нести родители. Родители, в первую очередь, ну, репетиторы, ну, что, репетитор дает базу, как говорится, дает это самое. Ты же приходишь в библиотеку, говорится, что ты там час-два в этой библиотеке проведешь. То есть, непонятно, соответственно, сидит она там, мучает или в телефоне сидит. Ну, то есть, поэтому родители. А что у школы? Школа ответственность? Какая у школы ответственность? У школы ответственность, как говорится, за непосредственно, за образовательный процесс и дать, как говорится, знания. А возьмет это ученик или не возьмет, ну, тут очень сложно сказать. К сожалению, школа не дает полной возможности хорошего, стопроцентного образования. Мы два года перед поступлением в медицинский сидели на репетиторах. Биология, химия. Школа нам не дала этой возможности. Не знаю, сейчас просто школа, по-моему, работает. В режиме натаскивания на ЕГЭ, когда мы учились, что-то знания натаскивали. Нет обширных знаний, которые позволяли бы горизонт расширить ребенку. К сожалению, все действительно нацелено на то, чтобы дети сдали положительный ЕГЭ, поэтому их просто натаскивают на тестирование. Вот, с моей точки зрения, это очень плохо. Помню, в 50-е годы, когда учились, дети соревновались, кто лучше в классе знает предмет, гордились этим. И старались. Примерно треть старалась. Половина выполняла. Остальные валяли дурака. Так и получалось. А сегодня, к сожалению, доля первых резко уменьшилась. Учителя должны учить учеников, как нас раньше учили. Экзамены сдавали, все сдавали, и учителя нам полный комплект знаний давали. А теперь приходится репетиторов нанимать. У меня внук, три репетитора. Химия, биология, литература. Два года уже, этот 11 класс выпускной уже. Вот два года ходят к репетиторам, но это немаленькие деньги. И иногда удивляешься, ну почему учителя не дают полный пакет знаний? Совершенно изменилась система образования у нас. Была раньше наша, советская, прекрасная система. Нет, нужно было все переиначить. Но детям мало дают знаний. В ходе опроса выяснилось, что родители вынуждены нанимать репетиторов своим детям. Иначе есть риск не сдать экзамены и, соответственно, не поступить в вузы. Приходится платить деньги и мириться с положением дел. Впрочем, были и такие родители, которые избежали этой участи. Их дети сдали ЕГЭ на высокий балл без помощи репетиторов. Впрочем, таких счастливчиков очень мало. Львиная доля респондентов, особенно старшее поколение, считают, что нынешнюю систему образования нужно менять и возвращаться к советской, когда выпускники после школы успешно поступали в вузы. В том числе и престижные, без репетиторов, опираясь только на знания, полученные в школе.